Для обобщенного доклада приглашается Михаил Васильевич Попов. Товарищи, все мы с вами знаем очень хорошо, поскольку у нас, согласно докладу товарища Шилова, идеологическая работа поставлена достаточно хорошо, что партия – это соединение социализма с рабочим движением. И задача партии состоит не в том, чтобы изучать и просвещаться, и становится все просвещеннее и просвещеннее. А задача партии состоит в том, чтобы вносить в рабочее движение сознательность и организовывать рабочее движение, потому что сознательность проявляется не в выступлениях, на семинарах, на съездах, конференциях, круглых столах, а в действиях. Ну и поскольку, как нам совершенно правильно сформулировал Дмитрий Юрьевич, мысль, которая отвечает на вопрос, что делать, главное, что мы должны рассматривать на съезде – это, во-первых, что мы делали, и во-вторых, что мы должны делать. Ну вот что мы делали, я думаю, что три товарища, которые здесь выступали от имени Центрального комитета, сопредседатели наших комиссий, все эти три товарища рабочие, как у нас и планировалось. Вот они главный акцент сделали на том, что уже сделана партия, а у нас доклад общий Центрального комитета называется «Отчет ЦК и задачи партии». И вот мы должны этот вопрос о задачах партии не только о том, какие у нас были плюсы, минусы, недостатки в нашей практической работе, но и вопрос о том, а что нам делать, вот это мы должны обсудить. Для этого, собственно, съезд и нужен, потому что люди должны коллективным разумом выработать, что должна организовывать партия и как она должна действовать в соответствии со своей программой. Поэтому вот у меня обращение от Центрального комитета ко всем делегатам и ко всем товарищам, которые являются здесь участниками с правом совещательного голоса, то есть членами нашей партии, не являющиеся делегатами, я тоже не делегат. Всем, чтобы они обязательно выступили на съезде и поделились своими мыслями о том, что нам нужно делать и как это нужно делать. Причем это нужно, не что нам нужно делать, чтобы разбежаться, а что нам нужно сделать, чтобы побеждать. Вот это было бы очень важно. И об этом надо, хорошо придумаешь, так, может быть, хорошо и сделаешь. Это знают все о работе очень хорошо. Они потому что как раз реализовывают всегда на практике то, что задумывается. Может быть, задумывается и не ими, но без их труда ничего, это дело не реализуется. Вот под этим углом зрения надо рассмотреть нашу задачу. Если мы под этим углом зрения нашу деятельность рассмотрим, то мы еще раз должны будем сказать, что наша партия рабочая является партией в становлении. То есть у нас вот такая часть первая, так сказать, изучение, которое больше похоже на деятельность Большого Красного Университета, она у нас получается неплохо. Но и то, у нас есть члены партии, которые курс Красного Университета не освоили, я имею в виду не формально курс Красного Университета, а по содержанию. И поэтому, вот скажем, когда появляются такие ситуации, как с Бегизовым, с Эдунбековым или вот с товарищем Черным, с которым долго наши товарищи полемизировали, объяснили ему, что лучше ему попроситься из партии, потому что по идеологическим позициям он никак с партией не сочетается. И он, как человек, так сказать, разумный, покинул нашу партию. Мы решением Ленинградской организации его исключили. Но я думаю, он нашим товарищам остался, так сказать, он нам не враждебен, наверное, будет участвовать в распространении газет, ну и участвовать в другой работе, потому что мы должны настраиваться на то, что эти не 135 человек перевернут Россию, а со всеми сочувствующими, помогающими. А у нас все большее число сочувствующих, помогающих. И Ленин даже прямо говорил, думать, что можно построить коммунизм руками одних коммунистов – это ребячая идея. Действительно, ребячая идея. То есть, конечно, вокруг партии должно быть очень много людей, с которыми мы сотрудничаем, которые нам помогают. И у нас таких людей много, и число членов партии будет расти, и число наших сторонников будет расти, соратников. И мы работаем, чтобы увеличить число этих сторонников и соратников. Прежде всего, на это направленная идеологическая работа, чтобы у нас были идейные соратники. Ну и я думаю, что много мы соратников получим тогда, когда будем оказывать практическую реальную помощь трудовым коллективам, профсоюзным организациям, в практической борьбе на предприятиях. Я отодзорно сказал, что, хотя наша партия существует давно, с 1991 года, а формально, как рабочая партия России, а не в составе РКРП, с 1993 года, и нам уже исполняется в этом году 25 лет, за это время у нас были периоды довольно бурного участия в забастовочных событиях и в активной классовой борьбе. Я хочу напомнить такую ситуацию, когда по решению Российского комитета рабочих была проведена мощная акция всероссийская, российские грузы в российский порт, направленная против попыток тогдашнего вице-премьера Аксюненко направлять российские грузы туда, где имеется предприятие в собственности его сыночка. В итоге этой кампании, которая проводилась и докерами, которые включали свои гудки перегрузочной техники в один и тот же час, и включились гудки заводские, на красном сформе прошел товарищ Гошин и сказал начальникам ЦИГОФ, и они включили. И в итоге поднялась такая кампания уже в средствах массовой информации, что она уже как бы нами не управлялась, поскольку начали рассказывать, что товарищ Фомичев сказал, что если бы был товарищ Сталин, он бы товарища Аксюненко расстрелял бы на месте. И то Фомичев не говорил, но пресса об этом уже писала. Короче говоря, сняли этого Аксюненко и в результате этой кампании убрали этого вице-премьера, который наносил колоссальный ущерб нашему экономическому развитию. И вскоре он умер, несмотря на свой относительно нестарый он. Потому что он сначала умер экономически, политически, а потом и физически. У меня много таких противников, которые уже умерли. Да, у нас. У вас тоже много. Мы зачем сюда пришли в партию? Ну, чтобы долго жить. Потому что у нас совесть не скребет. Нам не надо каждое утро решать, какие у нас позиции, какие принципы. Да? У нас не бывает этого. Вот внутренняя, ведь она, если вы стержень будете туда-сюда перегибать, ну, через некоторое время она сломается, и все. А нам не надо это делать. Вы сюда ведь из личных интересов пришли, я правильно понял? Ну, вот. У вас личный интерес в том, чтобы построить кого-нибудь? Естественно. Естественно. И в нем же и жить припевающий. Ну вот. Так что был период мощнейшей забастовки. Недавно мы записали вот с товарищем Тюреньевым, с товарищем Федотовым, который сейчас вроде по здоровью сейчас себя неплохо чувствовал. И мы записали передачу о забастовке «Могучей», которая была в 2005 году, в которой активно участвовала Рабочая партия России. Можете себе представить, скажем, приходим, если прийти в Портовый комитет в это время, там находилось больше членов Рабочей партии России, чем членов этого комитета. То есть там был Иван Михайлович Герасимов, там был Журавлев, там был я, там был Федотов, там был Тимофеев, там был Рейсев. И товарищи антикоммунисты из числа авосьих докеров, нас, когда было десятилетие организаций, они нас очень приветствовали. Мы, говорит, антикоммунисты, но вас мы очень уважаем. И приходили чокаться. То есть мы потом непростой сделали операцию, когда мы решили соединиться с самыми боевыми профсоюзами. Профсоюзы стали создавать Российскую партию труда, а мы тогда приняли решение не так, как делает РКРП. Она создала ведь не союз, я имею в виду Родфронт, не союз каких-нибудь профсоюзов, с которыми со всеми надо работать, как говорил Ленин, в самых желтых профсоюзах надо работать. А там кто? Там всякие путаники, сторонники капитализма, сторонники неизвестно чего, чуть ли не инопланетяне, но там действительно представителей рабочего класса нет. Эта организация, как правильно говорят эти Улькин, говорит это, и говорит это Маленцов, что это союз классовых сил. То есть собрать представителей буржуазии, представителей мелкобуржуазии, представителей рабочего класса, в общем, всех тех, кто хочет попасть в Думу и попытаться вот этим большим котлом как-нибудь туда залезть. Но поскольку не тянут, то и туда не могут залезть. И свои, так сказать, какие-то ценности, которые у них были, потеряли. Вот опять выдвигали, и ради чего еще даже не удалось зарегистрировать кандидата от РФРП. А уже написали письмо президенту, опять же, о том, что сделать обязательной индексацию, чтобы жизнь никогда у рабочих не улучшилась, никогда. Потому что индексация – это сксизифов труд, который никогда не приводит к улучшению положения рабочих. Мы на эту тему новой писали, говорили, разъяснили. Ну вот, поскольку речь идет о том, что делать, а не просто о том, что пропагандировать. И вот у нас поэтому хорошее есть отношение с некоторыми профсоюзами, которые в этом участвуют, в том числе с профсоюзом авиадиспетчеров, который, как вы знаете, постоянно участвует в организации Российского комитета рабочих. Федеральный профсоюз авиадиспетчеров, история которого полна вообще героизма, голодовок, всякого рода изумительных, остроумных акций, которые позволили им решить проблему, о которой тут говорили, достижение стоимости рабочей силы. У них, когда они начинали, зарплата была 15 тысяч, сейчас у них от 40 до 250. И когда генеральный директор им мешал, они сняли генерального директора народного, правда, помогало им снимать. И рабочая партия России участвовала в этом деле, и карикатуру сделали. Прямо он так с креслом падает. Сначала он в газете упал, потом упал на самом деле. То есть у нас с одной стороны опыт есть, с другой стороны у нас пришли новые люди, но много, много, так сказать, молодых товарищей, которые готовы делать работу, но они должны обрести этот опыт. Ну вот мы тут с товарищем Романовым обсуждали вопрос, как раз вот до съезда, вот накануне, сегодня с утра. Вот что такое предел? Товарищ Романов, как человек просвещенный, сказал, предел – это граница, которая переходит. Мы должны перейти ту границу, перейти ту границу, которая нас отделяет от трудовых коллективов, от профсоюзов, от рабочих. То есть вот так должен стоять вопрос. Не то, что я не знаю, вот есть у нас хорошая новосибирская организация, отличная. Но она не организация в уставном смысле, потому что там нет ни одного рабочего, она не может принимать согласно уставу ни одного решения. И у нас вроде много, и много, и вообще мы целой сетью опутали всю Россию, но у нас есть только три организации – Московская, Ленинградская и Нижегородская. Почему? Потому что там рабочие есть. Это рабочая партия России, если нет организации. Поэтому товарищи, которые находятся группами в одном, в другом, в третьем месте, а вот, например, уже выросли люди у нас в городе Энгельс, вот там вот я вижу, сюда смотрят Ксения Викторовна Горохова, она рабочая, а там есть Константин Дмитриевич Горохов, он тоже рабочий. У них достаточно два рабочих, а третий интеллигент будет у них тоже голосовать, у них будет тройка голосовать. А почему у вас нет организации до сих пор? Вот мне Золотов просил лично сказать, что это безобразие от него. Безобразие. Безобразие, что после съезда сразу исправиться и половину отправлять, половину денег отправлять в Центральный комитет. А то они сдают все в Ленинградскую, а Ленинградская пухнет и пухнет. Но она, правда, газеты издает в большом количестве. Скажем, последние затраты только на сам распечатку народной правды составили 96 тысяч рублей. Так что затраты очень большие. Ну и товарищ Левчук, он как начал это все быстрее выпускать, опять говорит, давайте деньги, давайте деньги, давайте деньги. А уже появились у нас в электронной почте такие предложения, как деньги истратить партийные. Давайте будем платить разным людям, они нас будут пропагандировать. Нет, давайте лучше мы будем их пропагандировать, она нам будет платить. Мы тоже немножко в этом деле понимаем. Короче говоря, наступил такой момент, когда нам необходимо принять следующие меры и сделать их обязательными. То есть все члены партии в тех городах и весях, у которых члены партии есть, а рабочих нет, для них самая главная задача, можно сказать, центральная и важнейшая, найти рабочих. Таких городов и сел, в которых у нас нет рабочих, нет. Потому что у нас в селах крестьян нет, там рабочие, сельскохозяйственные. Везде есть рабочие. И поэтому товарищам предлагается выйти за свой предел. И пусть нам не рассказывают, что они не знают, как выйти. Все новое, неизвестное. Потому что ну кто может сказать, как это сделать? Ну надо вот сделать, надо сделать. Ну в войну такие задачи были, надо сделать. А вы знаете, как делать революцию? Нет? Немножко знаю, но вообще-то мы не совсем знаем. Но так же и это. Надо решить эту задачу, иначе мы не рабочая партия. Потому что вот мы сейчас будем отчитываться, это сделали, это сделали, это сделали, и три организации. Ну это как-то, давайте посмотрим, и получается, что мы еще много должны пройти. И это должны сделать товарищи, которые, вот они вышли в авангард. Они там в своих городах вступили в партию, они дисциплинированные, грамотные. Но надо эту грамотность, дисциплину и ответственность реализовать во что? Во-первых, в то, что появились там рабочие. Как с ними встретиться? Можно, вот мы знаем, эти самые иностранные, представители иностранных профсоюзов стоят около, проходных и по утрам, и вечерам, разговаривают. У вас есть газета, можно не сразу давать, можно поговорить еще, еще поговорить, найти время. Ну и, в общем, короче говоря, как вы понимаете, это задача, которую надо решить. Все новое делается, ну, в первый раз. Ну, вот никто в этом городе, в рабочую партию, организацию никогда не создавал. А надо решить эту задачу. Эту высоту никто раньше не брал. Надо ее взять. Ну, как вот войну? Ну, надо взять, значит, брали. Ну, если надо решить, надо решить. Вот, я думаю, надо решить съездом. Надо товарищей обязать создавать организации. А это значит искать рабочих. Ну, нет таких городов у нас, где нет рабочих. Новосибирск – это крупнейший промышленный центр. Как там нельзя найти рабочих? Я не знаю. Ну, разные приемы. Вот говорят, вот вы там, Михаил Ильич, много выступаете. Я потому и выступаю много, чтобы… Ну, хоть обращаются люди, а выступайте много. Когда-нибудь запрещено выступать много? Кому-нибудь, вот кто написал статьи, было отказано в том, чтобы опубликовать на наших ресурсах? Вот тут говорили, что много мы печатаем. Мало мы печатаем. Мало мы выступаем. В целом, как партия. А поэтому нас мало кого и знает. Вот почему ты, так сказать, не знаю, там в каком-то городе. А вы там, наверное, в городе мало выступаете. Так надо выступать. Причем на центральных ресурсах у нас. Вот сколько перечислил Дмитрий Юрьевич. А они появляются у нас на одном сайте, на втором, на третьем, на четвертом. Потом ВКонтакте и везде. Чтобы человек мог на это наткнуться. Тоже самое рабочие. С одним вы встретитесь там, а с другой стороны, можно подписываться и давать свой адрес и телефон. Вот мой домашний адрес в 30 тысяч экземплярах напечатан в газете. Домашний адрес мой напечатан. Телефоны наши, товарищи, которые зовут вступить в рабочую партию России, там, Овчинникова, Верасимова, да, товарища Калита, мои, они все открытые. Как-то мы первый раз, когда печатали, немножко так поежли. Сейчас говорят, начнут звонить, кто-то будет говорить. Ну, нет такого закона, что надо снимать телефонную трубку. Если вам не хочется снимать, не снимайте. Товарищ Золотов, например, сделал другой телефон. Поэтому ему звонят по научным вопросам, поэтому там по учебным. А вот этот телефон по партийным вопросам. Ну, как раньше сидели, там, три телефона. Только они в карманах разных. Это достаешь, это по партии звонят. Это по науке, это по учебе, это по РКР. То есть надо вооружиться и действовать, и решить эту проблему. Значит, я не только призываю от имени Центрального комитета, но и предлагаю это записать в постановление, что члены, рабочие, вы попали в особую партию, высоко подготовленных людей. Каждый член партии должен уметь писать. Вот если вы будете только читать, или мы будем только читать, как некоторые, читают и читают, читают и читают. Я не на вас смотрю, так просто. Значит, то это будет большой потребитель. Много-много потребляют знаний. Ну и будет библиограф. А вот если вы пишете, то вы, значит, эти знания уже усваиваете, осваиваете. И тогда, когда вы до людей доносите, вы доносите их в такой форме, в которой они принимают то, что может пойти дальше. То, что может завоевывать мир. Вы сколько прислали статей? Не сходит. А почему вы не сколько не прислали статей? А я готовлюсь еще... А какая у вас организация? В смысле такая? Межгородская. Ну что, вот, ничего, никакие меры приняты. Ну мы пока сделали сайт только-только. Сайт сделали. Не знаю никакого сайта. Сайтов у нас полно. Давайте пишите. Вы что, хотите только в Нижнем Норге выступать? На всех ресурсах наших партийных будете выступать? Напишите. Вы мне не прислали. Я себя ответственность снимаю, на вас возлагаю. Я кому-нибудь отказал, вот когда ко мне присылают, я еще редактирую. Ну, там какие-то устраняю, предлагаю, никто не обижался. Ну, вы же присылайте. Ну, если вы не присылаете, что делать? Мы хотим революцию сделать. А вы хотите сделать революцию? Так вы напишите хоть что-нибудь. Или неправильно? Все правильно. Все правильно. Давайте будем. То есть все должны писать. Вот товарищ Левчук всех призывал. Вот, я знаю, он все время призывал. Пишите, мы напечатаем. Пишите, напечатаем. Ну и что? А сам он не в прошедшее время писал? Сам он иногда пишет. Ну и некогда ему писать, он все время призывает. Он не писает? Нет, он пишет, пишет. Он нам очень хорошие вещи пишет даже в электронной почте. Их бы только оформить, как статьи, вообще было замечательно. Есть у него, все данные есть для того, чтобы выступать. Передовые надо писать. Обязательно. Передовую, кстати, короткую такую. И никто к вам тогда не придерется. А иначе будут придираться. А стихи можно писать? Хорошие. Вот стихи, я как работник главной редакции сообщаю, что у нас сидел культурный человек, который в основном все стихи выбрасывал. Почему? Потому что сложить стихи может каждый, а поэтам может быть не каждый. Поэтов мало, а стихоплесов сколько угодно. Стихи нет. Вы напишите прозы. А стихи, это людям к разбирающимся мы дадим. Они сказали, что хорошее по содержанию, плохое по форме. В корзину. Так что это другая задача. Это не всякий может. Это должно быть склад характера, какой-то, может быть, опыт. А вот написать статью не только ворота, обязан, кажется, член партии, обязан писать статьи и заметки. Чему посвящены должны быть наши статьи и заметки? Марксизму? Не марксизму, а применению марксизма в нашей работе. И внесению марксизма в рабочее движение. У нас должны быть статьи об организации забастовок. Нету таких статей. Не только статей нет. В электронной нашей почте что только не обсуждается. Некоторые даже раздраженно пишут, нельзя ли это как-то прекратить эту болтовню. Почему? Потому что не пишется вопрос о том, как сделать забастовку. На этом-то заводе так, на вот этом заводе так. Как я наладил... Хотя есть отдельные товарищи, которые пишут, как я уже в раздевалке раскладываю газеты. Как один товарищ, так сказать, на мотоцикле приезжает и раздает. То есть надо нам рассказывать в своих материалах, как нужно действовать, чтобы получить результат. 135 человек, это если вот мы только сами действуем и сами изучаем, это ничто. А 135 организаторов на России, это очень много. Как говорил Ленин, дайте нам организацию революционеров, и мы перевернем Россию. Вот она, организация революционеров, уже есть. Ну так вы хотите перевернуть? А как? Вы сначала напишите. Я говорю, мы сначала перевернем, потом посмотрим, куда мы переворачивали. Давайте напишем и будем переворачивать. То есть я вот настаиваю как имени Центрального комитета и обращаю, предлагаю это съездом принять. Что, во-первых, все должны закончить курс Красного университета. Все, Борис Николаевич. Всем полезно. Почему? У нас два отделения, вы знаете. Вот кто закончит первое отделение, тот как бы повторит то, что он вроде уже знает. Повторение, мать учения. Вот такого. Я не знаю как. Вот, Александр Сергеевич, вы повторяете? Регулярно. Регулярно. А что, вы, наверное, плохой профессор. Он вам все повторяет. Репетитор. С репетитором? Репит, плиз, да. Я повторяю, ну мы народ темный, так сказать. А тут у нас есть люди такие, говорят, это я уже читал, книгу я уже читал. Деление был темным, всегда учился. Да, это раз. Вы знаете порядок Красного университета, значит, те, кто закончили первое отделение. Вот надо, чтобы центральный комитет посмотрел, с Шилову подошли и показали диплом Красного университета. Правильно, Митя Юрьевна? Нету и все. С него надо тройные взносы брать, по-моему. Тогда хоть польза, чтобы было. Раз. Второе. Это все должны изучить трудовой кодекс. Потому что, ну как, мы должны людям рассказывать, что вы имеете право, что не имеете право. Я вот вижу, что вот так вот, я слежу внимательно за всей перепиской и за всей почтой, в которой есть какие-то статьи. Ничего на эту тему почти нашли, почти никто. То есть это как бы не тема рабочей партии России, не царевое дело. Вот это все должны прочитать трудовой кодекс России, и его не просто прочитать, с карандашом знать, и быть в состоянии консультировать трудящихся. Далее, я обращаю внимание на целую массу материалов по разрешению коллективных трудовых споров, по организации забастовок, которые имеются на канале Фонда Рабочая Академия на YouTube. Ничего не обсуждается. Я так понимаю, товарищи не знают, как это делается, не знают, как разрешается, и не изучают это дело. Дескать, мы в Рабочей партии России, зачем мы будем это читать? Мы будем читать, там что-то обсуждать политическое. Но вот самая хорошая политика, рабочая политика, вот надо ее нам обсуждать. Дальше. Как составить коллективный договор? Мы не начинаем сначала. У нас есть коллективные договора, которые составили лучшие люди, такие как Федотов, члены нашей партии. И вот хоть нам и рассказывал уважаемый Валентин Владимирович, он в комиссии. А у вас, Валентин Владимирович, составлен проект коллективного договора? Первая глава. Почему первая глава, а не составлен до сих пор? Считать безобразие. Как это человек не составил проект коллективного договора, а уже хочет в комиссию? Вы что в комиссии будете делать? Вы уже попали в капкан. Ну как вот? Одно дело, вы приходите с проектом коллективного договора, который уже утвердил профсоюзный комитет, и говорит, вот, собственно говоря, вы должны нас освободить, согласно закону, до трех месяцев от работы с оплатой по среднему, для ведения переговоров по коллективному договору. Ну, или для, если речь дошла до коллективного трудового спора, на период разрешения коллективного трудового спора. Ну, собственно, если вот сейчас подписываете, так нам и не надо, вот мы там два-три дня и мы подписываем, ну, все уже готово. Это во-первых. Во-вторых, ведь уже мы об этом говорили, и надо еще раз повторить. Мало того, этот договор должен быть обсужден в большинстве коллективов. Ну, чтобы обсуждать в большинстве, не все же будут читать, надо выжимку сделать. Выжимка, у вас есть на три страницы? Ну, дадите, люди, приезжай, раздадите. Но она не на три страницы, в основных. Не надо, надо на три, ну, лучше на полторы. Ну, сколько пунктов-то? Я набираю пункты. Первое, сокращение рабочего времени до шести часов. Второй пункт, повышение реального содержания зарплаты, допустим, инфляция плюс 5%, 6, 7, 8, сколько хотите. И третье, улучшение условий труда. Но уже у каждого предприятия свои параметры по условиям труда. Да? Все. Вот это должны быть выжимки, чтобы люди с нами работали, с нами пошли. Вот мы им предлагаем вот улучшение вашей жизни. Вы против? Ну, если против, на здоровье, свет горячий, не будут против. И вот, если мы получили это большинство, нам не важно, какие взгляды у кого. Когда решается вопрос профсоюзный, не обсуждается вопрос, какие у кого политические соображения. Когда вот Ленин говорит, что профсоюзный – школа коммунизма, коммунизм здесь имеет в виду, что первый раз работники выступают за общие интересы. За общие есть, коммунизм, общий. Вот за общие выступаете, а там потом по-разному. Потому что когда кто-нибудь выбьется в освобожденные работники, он уже решает вопросы зарплаты по-другому. И он, вполне возможно, уже не будет с вашим другом и товарищем. А вот когда они все вместе выступают, они заодно. А какие у кого взгляды – это отдельный вопрос, отдельная тема. То есть нам нужно получить решение и прийти на переговоры с работодателем, имея в руках решение большинства коллективов о том, что мы за это. А вы, если вы против коллектива, значит вы не сработались с коллективом. Ну как поставить себя так, чтобы с вами договорились? Вот поставить – это большой работой, но предварительной. Сколько на это надо времени? Ну года полтора. Вот если мы знаем, что нам надо будет коллективный договор в девятнадцатом году, надо начинать в семнадцатом эту всю процедуру. И эта вся процедура сначала пишет, сколько человек пишет проект коллективного договора? Один. Вот Алексей Владимирович, он пишет и правильно делает. Один, он пишет, но он еще не дописал. Но допишет. А другие есть еще, которые пишут? Поднимите руки, кто пишет проект? Два, три, все. Да, четыре, могучие партии. 135 человек, четыре пишут проект коллективного договора. Ну а почему бы всем-то не попробовать? Значит, для… Поскольку мы начинаем не сначала, вот у нас вывешен на сайте московского отделения фонда рабочей академии коллективный договор, только что заключенный нашими ближайшими союзниками, где сидит наш член партии, товарищ Федотов, в качестве первого заместителя, председателя комитета этого профсоюза. Так? Вот, но у них сейчас условия тяжелые, грузопоток умышленно сужен. Это привело к тому, что все, кто не члены профсоюза, уволены. А у этих нельзя уволить, остальных, потому что по коллективному договору нельзя уволить без санкций профсоюза. Остальные все остались. Берите этот коллективный договор. Но с сайта основного фонда рабочей академии, вот Иван Михайлович, он не снял тот старый договор, потому что старый лучше, чем новый. Почему? Потому что в старом более выгодные позиции для работников. Вы берете в электронный позиции договор. Он же называется коллективный договор между работодателем, пишите свое название, и работниками пишите свое название. Потом везде, где то, что вас не касается, все выкидываете, а то, что вам нужно, вставляете, и вы получаете. А основная, вся структура требований, она очень близкая. Тем более, что структуру можно такую использовать, как делают докеры. Основной текст коллективного договора и приложение. Вот договорились по основному, а потом дальше в течение года второе приложение, третье, у них 33 приложения. Хоть три года договаривать. Идут, идут переговоры, переговорный процесс. Это все можно сделать. И вот, скажем, товарищ Шишкарев в свое время пошел по этому пути, сделал проект коллективного договора ЗИЛа, а у него, товарищ Шишкарев, если я ошибаюсь, он поправит, он был такой маленький профсоюз у него, там человек 3-5. А ну он дал большому профсоюзу. Большому профсоюзу. А те лентяги, они взяли, уже готовый проект. Василий Иванович до конца все дописал. Далее те почитали, раз, и пошли к администрации, они друзья администрации, и все, и приняли. Приехали докеры на заседание Российского комитета рабочих. И они глазам своим не верят. Да, говорит, вы там вот этот пункт о том, что нельзя принять никакие нормативные акты без решения профсоюзного комитета, если они затрагивают положение работников. Так вы все блокируете, все, что ухудшает положение. У вас там все есть, вы удаете. Мы бились полтора года за это дело с ободцовками, а раз, и все сделали. Товарищ Мальцев, который завтра будет, он сегодня в ночную работает. Когда он был председателем профсоюза судебных исполнителей, он, в Ленинграде, Ленинградской организации, он взял этот докерский договор, и его, наверное, такой был хороший договор, что что-то его уволили потом оттуда. Потому что они никак не могли ужиться с таким угол договором, но по существу ничего не могли возразить. Но там тяжелая борьба. Две ветви власти, они тут друг с другом, наверное, воевать не будут. Вот. Там такая ситуация. То есть, по крайней мере, все есть у нас, все, наш материал. Там, как создать действующий профсоюз? Есть вот статья моя, висит на сайте Фонда Рабочей Академии. Не то, что вот вы собрались и учредили. Это каждый может сделать. Или побежали и сообщили. Вот мы, бейте нас. Нас мало, вас много. Вы сильные, мы слабые. Что будем делать? Как что будем делать? Будем вас всех увольнять. Зачем все сообщать? Ничего не надо сообщать. Сделали. Собрались там 30 человек. Ну и пишите тихонечку коллективные договоры. А потом потихонечку сделаете, так сказать, проект. Потом потихонечку его обсуждаете. Ну как потихонечку? Обсуждаем, обсуждаем. Но никуда не идем. Ничего не требуем. Это не требование. Ходим, уходим с народом, работаем. Сколько надо, сколько работаем. Всех обошли больше половины. Вот тогда идите уже вооруженные на переговоры с администрами. Только тогда. А Трудовой кодекс нас приглашает, дескать, идите в комиссию по разработке коллективного договора. Это комиссия по обману. В комиссию надо приходить с готовым. Докеров уже знает работодатель, они тоже пришли с готовым. Эти с готовым, эти с готовым. Ну хорошо, тогда забастовкой решали, какой брать. Приняли решение. Вот забастовку 2005 года, забастовку по вопросу о том, какой проект коллективных договоров взять за основу. Вот за основу взяли. После того, как докеры перешли на работу с одним часом меньше, чем обычно, раз, запретили все работы в выходные дни, запретили все сверхурочные работы, вот кто будет, пойдет сверхурочную работу, штрих-брехер, пойдете, Дмитрий Юрьевич, штрих-брехер, если выйти на сверхурочную работу, вот так. Ходил Тимофей, говорит, ты что пришел рано на работу? Он раньше приходил, рано там уже готовят все, технику. Тебе сказано приходить, восьми. А ты пришел полвосьмого, штрих-брехер. Ну, забастовка идет, все, все перекрыли. Вы думаете, памятник этому построен у нас, этой забастовке, это Виадук, там, где метро Автова. Думаете, что там теперь такое? А там стояли поезда, когда была забастовка, и все загородили. И поэтому, чтобы такого не было, город потратил деньги, чтобы перешагнуть через эти самые пути. А поезда эти выстраиваются тогда, когда делается забастовка. И обязательно выстраиваются. Вот, поэтому нужно, ну, я не буду на эту тему дальше распространяться, но я предлагаю просто еще одну запись сделать по линии оргкомиссии. Оргкомиссия должна проверять, чтобы люди выполняли это. Оргкомиссия. Не только, что вот мы собираемся на Российский комитет рабочих, там опять идеология, рассказываем, как хорошо бы нам бы действовать. А действовать когда будем? Ну, действовать-то будем в профсоюзных организациях. Помогать будем профсоюзным организациям? Каким? Ну, к любым. Любым профсоюзным организациям. Мы их не выбираем. У кого не устраивает представитель профсоюзной организации, переизберите. Но нет такого, что нельзя было бы переизбрать. Причем какой-то такой железной дисциплины в НПР. Да нету там железной дисциплины. Там можно, вот у нас товарищ Кудрявцев доказывал, что можно спокойно там проводить... Французовые переизбрали. А? Французовые переизбрали. Французов переизбрали, потому что товарищ французов проявил либерализм. Они стали, так сказать, туда загонять своих членов в профсоюз. Администрация призвала, чтобы зашли, и чтобы их сторонник в администрации было больше, чтобы потом проголосовать. Но для этого надо было написать заявление. Я вот говорил Николая Павловича, не надо рассматривать заявление. Вы не обязаны рассматривать любое заявление. Принимать не обязаны. Вот они напринимали, а потом удалили Николая Павловича, и тем самым... А и ликвидировали, и закрыли профорганизацию. И все у них уже нету никого. Именно те, которые, можно сказать, предатели рабочего движения, и предатели рабочего дела. Так что тут это классовая борьба. Но эти вопросы... Я вот не видел, что обсуждается. Вот тут не даст соврать Тарач Кузьмин. Он смотрит материалы, какие он публикует. Что на эту тему у нас? Какие-то есть публикации? Ну, практически нет. Ну, хорошо, вот Иван Михайлович может выступить, я могу выступить, Федотов. Но новых-то нету. Только кто это будет делать? А вы дождите? А вот, подождите, мне будет 73 года, я тогда и напишу. Ну, хорошо. То есть это хорошо, что у нас есть люди, оторвавшиеся, так сказать, от других членов партии, по числу выступлений. Это о чем вы говорите? Что эти много выступают или эти мало? Я бы сделал акцент на том, что у нас товарищи мало выступают. Но молодые, горячие, надо выступать, боевые. У нас же наступление или отступление? Ну, чего? Это для наступления мы отчет. Девушки, это делали, это делали, это делали. Но где у нас победы? Победы должны быть. Или не должно быть победы? У нас партия, которая победы организовала, мы оргкомиссия должна организовать победу. Где победа-то, Константин Станушев? Ну, хоть какие-то малые победы. Победы. Не то, что мы сидели за столами и выступали. А вот победы, какие у нас в организациях. Где мы выиграли забастовки? Ну, мы организаторами должны быть забастовок. А зачем мы должны быть организаторами забастовок? Срочно по программе. Потому что из забастовочных комитетов представителей собираем и получаем что? Советы получаем. А дальше мы смотрим, если они, так сказать, эти советы авторитетными будут. Вот тогда может стать вопрос о советской власти. А у нас есть другие люди, союзники наши, или считающиеся союзниками. Говорят, а это то, что вы занимаетесь вот это на заводах, это все ерунда, это экономическая борьба. Надо взять власть. Да вы вообще ни один камешек не тронули, а вы хотите глыбу поднять. Как можно взять власть? Человек не прыгал 10 сантиметров в высоту. Он потом говорит, поставьте мне планку 2-10. Такие, как Маленцов. Это пустомели. Поэтому, мы политики. Никакие вы не политики. У нас вот прямая дорога идет. Мы самой кратчайшей дорогой идем к советской власти. Так? К коммунизму. Или нет? Ну, медленно. То есть, некоторые не дойдут. Я-то почему так выступаю? Особенно, я боюсь, я не дойду. Поэтому у меня тут личный интерес. Я думаю, вы, товарищи, вы как-то так постараетесь. Хоть мы бы тоже посмотрели на наши победы. Вы тогда, да, хорошо, все увидите. А мы вот с Александром Сергеевым. Вы о нас подумали? Нет, мы тоже члены партии. У нас тоже есть права. У нас есть личные интересы. Их тоже надо учитывать. Поэтому, это вот какое требование? Обязательное требование для членов партии или желательное? Обязательное. То есть, все члены партии должны вот эти вопросы изучать, вот эти вопросы, по этим вопросам писать статьи, вести полемику, ну, разбираться. Правильно? У нас вот есть, вот юрист сидит, целую юридическую организацию исполняет. И кто, к вам пристают люди, спрашивают по юридическим вопросам, товарищи? Пристают. Пристают. Мало. Вот я и беду, из наших. К вам все люди, которые там хотят какие-то деньги получить, пристают. А вот чтобы наши приставали, а вот как вы сделали, Анатолий Владимирович, это решите, этот юридический вопрос. У нас глава юридической фирмы, вот сидит член партии. Вот профессор сидит, Галко есть там, Мазур есть там, доценты, кандидаты у нас, все есть квалифицированные люди. Он говорит, давайте это мы все будем использовать. Или наоборот, будем красоваться, и такие квалифицированные люди будут выступать, писать хорошо, а другие будут читать. Читатель почитывает, писатель пописывает. И так все хорошо, гладко, приятно, и здесь сидеть хорошо, и вчера товарищи ходили, закупили тоже хорошо. Так что все у нас организовано, все отлично. То есть речь идет о том, чтобы сделать обязательным то, что ведет к созданию рабочей партии России, к превращению ее в наличное бытие. То есть такую партию, такую мы должны стать партией, которая это организована. Само собой, должны появиться члены партии, сами они не появятся. Это задача, обращенная к тем членам партии, которые у нас находятся в тех городах и весях, где пока членов партии рабочих нет. Должны появиться благодаря усилиям наших членов партии. Вот это как, не знаем, как вы их это решите. Знаете, как вот бывает в войне, но не взяли высоту. Что делали с такими людьми? Ну, куда-то как-то с ними разбираются потом. Вот товарищ Романов, мы с ним тоже разговаривали. Что это такое, Адыгея там, все есть. Красивый такой сайт, все красивое. И орехи там, и сало, все есть. А рабочих нет. Но он вот побожился, что вот мы, говорит, все. Иначе, говорит, бейте меня, стреляйте меня, будет к следующему съезду. Иначе, а некоторые сразу ему поставят, если что, говорит, не получается, и сам иди в рабочий тогда. Какая у вас была рабочая специальность? Вот уже выяснили, уже его намекают. Но он, говорит, потом и не проходит, нету таких предприятий. Ничего, ищите другие, у нас есть другие специальности. В общем, вопрос так поставили, еще до съезда был поставлен. Но и на съезде мы поставим. У нас есть вот товарищ, который собирает предложения по постановлению. Он и сам таки туда вписал вещи. И уже разослал, чтобы люди так правильно настроены были на то, что мы собираемся большие, так сказать, изменения сделать в партии. Что мы все-таки не еще один вариант Красного университета, а Красный университет само собой, он свою работу делает. А мы должны понимать, что партия занимается воплощением этих идей, воплощением в рабочее движение, и она вносит марксизм. Ну, не только, что вносит, и пусть там дальше борется. Нет, мы еще и организовать должны. Мы должны организовать революцию или нет? Ну, как вот революцию организовывали наши товарищи пришественники? Они вот летом собрали съезд, шестой. С докладом о вооруженном восстании выступил товарищ Сталин. Чинно-мирно. Сначала там на выборской стороне, потом там, где за Нарвской заставой, там на улице Ивана Черных, там сейчас есть картина, как товарищ Сталин выступает с докладом о вооруженном восстании. Вот они не забывали. Потом один центральный комитет собрался, одно заседание, потом второе. Образовали центр по руководству. Все это, все обдумали, все распланировали. Где жертвы восстания? Нету жертвы восстания. Он, буржуазия, организовывал свою революцию. Сколько там лежит на Марсовом поле? Тысячи. Ну, а где могилы после революции 1917 года? Это вообще не было таких революций нигде и никогда. Нету жертв. Нет, ну, говорят, там где-то два, три, один, пять. Во всяком случае, это меньше, чем каждый день у нас погибает на дорогах Петербурга. Я даже знаю, где есть могила. Вот у нас в парке или в технической академии там одна-две могилы есть. Кто-то, наверное, стрельнул. То ли кто-то из кадетов, то ли кто-то из женского батальона. А так, в общем-то, и нет. Ну, нет такого кладбища. Блестяще организованно. У нас есть пример, есть дорога, есть советы, все теория совета. Кому непонятно, что по советам? Вот Александр Сергеевич вам может еще раз объяснить. Еще и еще и еще. Так что все у нас есть. Но нужны тут целенаправленные действия, нацеленные на выполнение, на то, чтобы это организовать. Не рассказать, как организовать, а организовать. И это вот задача и рабочей комиссии. Рабочая комиссия, все, что относится к рабочему движению, само собой должна делать. Идеологическая комиссия должна обслуживать эту всю работу. Идеологически. А оргкомиссия должна это организовать так, чтобы никто не открутился от этого дела. То есть у нас принцип один. Мы очищаем партию от тех, кто идеологически нам чужд, и очищаем очень успешно. И по этой дороге и дальше будем идти. А теперь кто хоть пришел в партию, только так посидеть. Посиделки хорошие, товарищи хорошие, поездки отличные, все хорошо. А как Сталин говорит, а как с сеном-то дела? Ну с сеном пока никак, товарищ Сталин. А так все хорошо. То есть вот надо эту нам проблему решить. И это наша главная задача, к чему я хочу и призвать. Для этого у нас вообще есть все предпосылки. Все. И таких вот революционеров, которые наперед бы знали, что делать, ну вот так они и решали. Все время выходили за свой предел, за свою границу. И выхождение за свою границу состоит в развитии. И все люди, которые это будут делать, не только они в общественном плане много сделают, они и сами будут развиваться. Да вы по себе чувствуете. И люди, которые находятся в рабочей партии России, себя лучше чувствуют. По крайней мере, в условиях, когда столько обмана и столько продажности, они чувствуют себя порядочными людьми, честными. И совесть их не грызет. А если у вас совесть не грызет, товарищ Пухарев, хорошо же? Прекрасно. Прекрасно чувствуете. Я подписываюсь, как ваша школа. Так что будем считать, что мы и из партийных интересов исходим, и из правильно понятых личных интересов. То есть это вот наше дело, которое мы должны сделать. Я хочу вам сказать, что вот сейчас необыкновенно являет нас поддерживать со страшной силой. Вот товарищ Кучук. Только он обнародовал, что я сказал, шлите деньги, мы вам книжки пришлем. Как начали мне на карточку, мне шлеп, 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 шлеп деньги. Поэтому у нас сейчас нет недостатков в деньгах. Нам пишут, нам присылают. Причем как присылают? Вот открывает телефон, написано 5000 на развитие рабочего движения. Ну они кому попало же, не пошлют? Они послали туда, как объявлено у нас на всяких местах. Отчет у нас тоже идет все время, отчитываемся, получено, фамилии, все это. Кузьмин вывешивает, у нас все открыто. А это, говорят, куда считайте нужным? Некоторые пишут. Некоторые вообще ничего не пишут. Однажды я просыпаюсь, открываю телефон. Сто тысяч. Ну думаю, что-то такое у меня тут прислали. Пошел проверять, что сберкасса думает. А ведь потом же меня забирать же будут обратно, если там какой сбой. А у меня таких денег нет. Я выписку так все это там заказал. Смотрю, так идет, 3, 150, туда-сюда. 100 тысяч. Не ответа, не привета. Я вам докладываю, что нам очень помогают. Причем докладываю я тут публично. И публично вот полный доклад. Пожалуйста, на сайте Московского отделения фонда рабочих академий. Нам все время присылают деньги. То есть люди уже знают, кому присылать. Знают, что мы их на дело пустим. А на дело вот сразу. Вот сразу видят люди. Дайте газеты. Вот газеты пошли. На рассылку тоже посылают. Так что можно сказать, что рабочая партия России на сегодняшний день пользуется авторитетом таким, что нам народ начинает помогать. И помогает. А это значит верной дорогой мы идем. Потому что так просто народ дать деньги. Сейчас в таких условиях, когда у людей денег нет, давать не будет. И поэтому мы должны вот своей деятельностью это, так сказать, подтвердить, заслужить и подтвердить. И я думаю, что это у нас получится. Поэтому я вот от имени Центрального комитета советую всем, так сказать, это включить все в восстановление в такой форме, чтобы необходимый такой поворот в практической работе по организации борьбы на предприятиях, по помощи коллективам, профсоюзным организациям, чтобы мы этот поворот сделали. И научились сами, и разбирались сами, как организовывать. А. Коллективные переговоры. Б. Как проводить коллективные трудовые споры. У нас людей, которые на эти вопросы могут ответить, достаточно. И мы на все вопросы можем ответить для тех, кто будет спрашивать. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.